Всем привет! Наведелась я тут фикс прайс. Походы мои редкие, но метки. Всегда хожу конкретно, когда что-то заканчивается. Не для того, к сожалению, чтобы сделать обзор на новинки. Ну вот нет там такого у меня куража, как бывает, да, заходишь и надо все. Нет, я именно хожу по случаю. И сегодня у меня совершенно небольшая покупка на 570 рублей. И только самое необходимое я купила, хотя есть какие-то спонтанные покупки. Но я просто давно их хотела купить, но либо мне не нужно было к конкретному случаю, либо просто не было. Ну и вот сейчас, значит, первое, что у меня в чеке 55 рублей. И это салфетки универсальные, вискозные, перфорированные. Третий раз такие покупаю. Второй раз уже беру именно в клеточку. Ну и сейчас объясню почему. Первый раз я купила салфетки, у них был зигзагообразный рисунок. И вроде бы у них одинаковая упаковка, одинаковый производитель. Но те, которые зигзагообразный рисунок, они вытягивались в веревку буквально после второго-третьего применения. И это уже была не тряпка, а реально веревка. Второй раз я купила вот такие. И с ними ничего не происходит, они не деформируются. Они держатся до конца именно вот в таком виде. Ну, я сейчас вам разверну, покажу. Вообще, это размер, как у обычных салфеток кухонных. И она однослойная, эта тряпочка тоненькая. И расправляется до вот такого квадрата. Полупрозрачная. Да, она тянется. Но почему-то именно вот такие клетчатые не вытягиваются. Я этой тряпкой протираю поверхности, стол протираю. В общем, там, где крошки, там, где мокро. Я не мою им посуду, посуду я мою губками. А вот эти тряпочки я использую, там, сыну отдаю на, идет он на технологию. Их просят приносить на изотом, на лепку, еще на что-то тряпочки. И каждый раз не жалко такую отдать, потому что она, ну, стоит меньше рубля получается. За 40 штук 55 рублей. А, нет, рубль с небольшим стоит. В общем, замечательные салфетки. Мне их хватает одной штуки от 3 до 5 дней. Потом они могут уже начать, там, запахи какие-то издавать. И если особенно мои бросят ее не отжатую. В общем, если обычную тряпку, там, рублей за 20, конечно же, жалко. И ее стараешься реанимировать на подольше, чтобы их хватило. То эти абсолютно не жалко. Каждые 3-5 дней я достаю новую. И у меня всегда свежая салфетка. Дальше. Мыло детское. Ну, это вообще моя постоянная покупка в фикс-прайсе. 5 кусочков за 55 рублей. Я использую его для стирки. Иногда нужно что-то постирать. Муж у меня любит на руках постирать. Ну, какие-то бывают ситуации. Ну, и, конечно, если нужно, если хочется, можно им и помыться спокойно. Абсолютно нормальное детское мыло. Производитель. Кто у нас? Сейчас посмотрим. Ой, так мелко написано. Я уже, я уже не вижу. Nefis Cosmetic. Мне кажется, это очень известная компания. И абсолютно можно ей доверять. Дальше. Купила лезвие одноразовый Биг. Уже покупала такие. И дочь у меня пользуется. Сказала, это самые лучшие. И я, конечно же, уже, наверное, тоже третий раз повторяю такие. Два станочка здесь в упаковке. И три лезвия для чувствительной кожи. Зону бикини очень хорошо обрабатывать. В общем, нам очень нравится. Я заново купила. Дальше. Вот это я купила впервые. Мне нужно было в пару обуви себе и дочери стельки. Именно в летнюю обувь. Представляете, прихожу. Я даже не знала, что бывают стельки для летней обуви. Ага, они бывают. И в фикс прайсе написано. Идеально подходят для летней обуви. Содержат натуральный хлопок и целлюлозу. И в этой упаковке целых четыре пары. Из этих четыре пары я отдала... А, кстати, лезвие 77 рублей, вы видели. Там прямо в упаковке написано. Всего лишь 51 рубль. Сейчас мы с вами распечатаем и посмотрим. Я еще сама не доставала. Значит, никакого здесь противоскользящего слоя нет. Возможно, придется на какой-то, может быть, точечный клей посадить. Поверхность, знаете, такая... Бывают сланцы такие немножко пупырчатые. На них очень приятно наступать. И вот здесь такая же поверхность. Нужно будет вырезать по размеру. Здесь никаких меток нет. Очень тоненькая стелька. Вот, посмотрите, она, наверное, чуть потолще ежедневки. Если вот так сравнивать. Да, чуть потолще. Ну, и белого цвета. В какие-то у нас, как правило, летняя обувь светлая. Ну, и светлые стельки для лета очень даже... Я... Я... А, подождите, есть тут метки. Их просто не очень видно. Они есть вот здесь на лицевой стороне. Посмотрите. Их просто из-за вот этих вот ребрышек абсолютно незаметно. Было с первого раза. Но они есть. Так что я наговариваю. Сама виновата. Так, дальше. Ну, пакет майка 2 рубля. Щетка силиконовая. У нас есть аналогичная в каталоге. Но она у нас, по-моему, рублей 300 стоит. Эта щетка стоит 77 рублей. И она есть в нескольких оттенках. 12 на 7 эффективно очищает. Гибкая. И она двусторонняя. Я сейчас не смогу ее распечатать. Шуметь не буду. Ну, в общем, это силиконовая щетка. Вот с такими вот ворсинками. И ее можно подвешивать. Ну, нарисовано, что можно кастрюльку, сковородку. Собственно, для этого я и купила. Потому что, когда я мою обычной губкой, я покупаю поролоновую губку. А на другой стороне у нее такая абразивная щеточка. И мою такими. И когда очень жирную сковородку, например, отмываешь такой губкой, то ее уже практически сразу можно на выброс. А вот это, я думаю, будет легко отмыть средством для посуды или мылом для кухни. И попробую. Ну, обязательно расскажу вам отзыв. Как только наберу опять товаров. Знаете, я уже делала несколько отзывов на все подряд. То, что не вписывается в какую-то тематику определенных видео. Вот я стала такие обзоры делать. И, скорее всего, туда она попадет. Дальше. Купила набор емкостей за 77 рублей. И это дорожные такие емкости. Целый наборчик. Они в других магазинах дороже. Я видела там и по 200, и дороже. Что здесь у нас? Давайте посмотрим. За 70 рублей нам положили 3 емкости по 60 миллилитров. Одна емкость 10 миллилитров. Воронка и лопаточка. Вот это вот все по 60 миллилитров. Одна емкость с дозатором. И, главное, есть воронка. Вы представляете, о чем даже позаботились, чтобы было удобно в это горлышко наливать. Две емкости. Одна открывается с клапаном. А вторая просто закручивается. То есть, три разных варианта крышечки. Дальше. Маленькая коробочка. Обожаю такие. Я раньше делала бальзамы для губ. И покупала такие баночки. Но у меня ни одной не осталось. 10 миллилитров. Это 10 миллилитров. Так. Лопаточка, чтобы можно было набирать, видимо, крем из этой емкости. И такая милая вороночка. Просто. Просто такая крошечная. Классный, классный наборчик. Поеду в отпуск. И буду туда переливать то, что я хочу взять из косметических средств. Следующее, что я купила. Я купила накладные ресницы. У меня уже были. Вот я покупала такие когда-то давно. Накладные ресницы. Всего лишь за 80 рублей. Это такие естественные. Не очень длинные. Если их наклеить, ну прям очень естественно смотрятся. И я решила, что надо, наверное, этот эксперимент продолжить и купить себе еще. Вот так смотрятся реснички, те, которые у меня были. И захотелось мне купить еще ресничек. И я купила вот такой набор. Разные. Здесь какими-то, видите, пучочками они выложены. А здесь более ровные, более длинные. Ну, если сравнить с моими, то эти уже, конечно, очень естественно смотреться не будут. Потому что, ну, прям огромные. Там были разные варианты. Как минимум три набора я видела. Одни прям такие черные-черные. Вот кто любит, прям совсем такие пушистые. То есть, раза, наверное, в два, если не в три больше, чем вот здесь на верхних ресничках. И это не мой вариант. Я люблю все такое естественное, чтобы не было заметно. Но в наборе не было клея. И я пошла искать клей. А клей, оказывается, купить, ну, не то чтобы проблема. Но если ресницы стоят за две пары 77 рублей, то клей я купила за 400 рублей в золотом яблоке. Но можно было поискать в магазинах, где я вот эти вот китайские ресницы купила. Ну, прям совсем, видите, да? У них такая коробочка. Вот это вот. Ну, такой магазинчик. Отдел какой-то. Тут прям чао-чинь-хуань какой-то. Вот написано. Прям все. Здесь хотя бы упаковка получше. Ну, опять же, хранить их негде, если распечатаешь. Придется вот сюда перекладывать вместе с этими. И нашла вот в золотом яблоке за 400 рублей. Но подумала, все-таки у меня глаза чувствительные. И мне, ну, экономить не нужно. Искать за 100 рублей какой-то клей для того, чтобы все это приклеить. И не дай бог там, у меня глаза начнут слезиться. Я просто не смогу пользоваться. Не гарантировано, конечно, что и после клей из золотого яблока у меня этого не произойдет. Вот, я еще не пробовала. Но я вечером пришла, почитала, какой клей там что. Оказывается, что он сейчас бывает черного цвета. Вообще, раньше мы клеили на клей БФ, когда я была совсем маленькая. И ресницы тогда уже можно было какие-то купить. Клей БФ покупали в аптеке. И он каким-то желто-зеленым чем-то таким застывал. Было некрасиво. Приходилось все это тенями закрашивать. То сейчас есть прозрачный клей. Тоже нужно обязательно смотреть отзывы, как он засыхает, в какой цвет он засыхает. Ну, я купила черный для того, чтобы черная вот эта полосочка ресниц сливалась с этим клеем. И, ну, выглядела как дополнительная подводка. Я еще не пробовала, только все сегодня это купила. И тоже, тоже обязательно сделала отзыв. Ну, или сфотографируюсь, когда я буду в этих ресницах. Решила взять их на отдых и выложу в истории. Посмотрите, как это все смотрится. Ну, и последнее, что я купила в фикс-прайсе. И вообще неожиданная, вообще спонтанная, неиспонтаннейшая покупка. Это книга. Я книг не читала уже много лет. Потому что я люблю вчитываться в книгу. Я люблю ее читать часа три подряд. Потому что меня это захватывает. И начинаю это все переживать. Я не люблю книги читать урывками. Я не люблю их читать по 10-15 минут. Я забываю. У меня теряется нить. И мне хочется вот прям сесть и книгу чуть ли не проглотить вот от и до. Но времени на это у меня сейчас нет. Я очень давно не читала книги. А уже хочется. Я уже даже чувствую, что мой словарный запас начинает скуднеть. Что я забываю, как ставится пунктуация. Ну, потому что зрительная память, она имеет значение. И в повышении грамотности в том числе. И когда чем больше ты читаешь, тем грамотнее ты пишешь. И я ощущаю это на себе. Что раньше, когда я читала много, я была грамотнее, чем сейчас. И вот я решила к себе в отпуск купить книгу. Причем я не шла конкретно за книгой. А я увидела, что она стоит, и я ее купила. Я купила вот эту книгу, которую уже обсуждали, обсуждают, наверное, будут обсуждать. И фильм по этой книге тоже обсуждали. Вообще, ешь, молись, люби, да, у нас фильм этот называется. Элизабет Гилберт, есть, молиться, любить. Смотрите кино, читайте книгу. Я купила вот за 99 рублей в мягком переплете. Такой сумочный вариант тоже хочу, девочки, прочитать в отпуске. Здесь 605 страниц. Она достаточно толстенькая, но она легкая. При всем при этом она легкая. И я ее возьму обязательно. Не знаю, повезу обратно или нет. Возможно, оставлю. В отелях есть библиотеки, где люди оставляют книги. Кто-то, наоборот, берет, читает, забирает. В общем, такие обменные пункты книгами существуют. Посмотрим. Я не смотрела фильм. Я не читала раньше этого автора. В общем, постараюсь прочитать. Посмотрю, как будет время. Но, возможно, у меня будет время полежать на лежаке и хотя бы по часу в день уделять чтению. Посмотрим. Но на этом все. Все, что мне было нужно, все, что мне было важно, я купила. Вам показала. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы видеть уведомления о моих новых видео. Ну и увидимся на моем канале. Ну и от вас, конечно же, пишите комментарии. И нажмите пальчик вверх для того, чтобы мое видео не затерялось где-нибудь у других. С вами была Марина Соловьева. Увидимся. Пока.